Продолжение следует... И действительно, есть ли предел тому, что мы сейчас достигли. И если мы посмотрим на клинические рекомендации НССН, а они, по сути, очень похожи на рекомендации, которые есть у нас в Российской Федерации, то в качестве терапии первой линии предпочтительным режимом является проведение иммунотерапии. Будь то комбинированная иммунотерапия антистилей-4, антипеди-1, антилак-3, антипеди-1, либо монотерапия антипеди-1. Другими режимами является комбинированная таргетная терапия. Чаще мы ее назначаем у пациентов с большой опухолевой массой, с наличием симптомов, когда нет времени для того, чтобы получить ответ или ожидать ответа на иммунотерапию. Особенно, когда мы понимаем, что у пациента есть бираф-мутация. Потому что если бираф-мутации нет, то, конечно, наш выбор ограничен исключительно иммунотерапией, даже у пациентов с большим количеством очагов и наличием симптомов. В качестве второй линии терапии мы можем рассматривать разные другие опции в зависимости от того, что мы использовали в первую линию. Но, в общем-то, это ни для кого не секрет, и всем это хорошо известно. И все эти данные мы получаем из рандомизированных клинических исследований третьей фазы, когда мы сравниваем одно лечение с другим. Но никто напрямую не сравнивал все эти существующие опции. Мы до конца не знаем, хотя, конечно, мы чувствуем, но мы до конца не знаем, что будет лучше – монотерапия антипедиадин или комбинированная таргетная терапия в качестве терапии первой линии. Что будет лучше – двойная иммунотерапия, либо монотерапия антипедиадин. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы провели сетевой метаанализ влиянию на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования, потому что все-таки задача лекарственной терапии метастатической меланомы повлиять на общую выживаемость, не только на выживаемость без прогрессирования. И мы провели сетевой метаанализ по восстановленным индивидуальным данным пациентов. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы мы могли в определенных точках временных спрогнозировать данные по выживаемости и на них посмотреть. Поскольку для части исследований недоступны данные, например, на трех годах наблюдения, на пяти годах наблюдения, как для неволумаба с релаклимабом, например. Но если мы проведем некий расчет статистический для того, чтобы это сделать, что мы и сделали, то мы сможем посмотреть влияние на общую выживаемость не только в ближайшей перспективе, но и на сроки, например, в пять лет. Для этого здесь представлена сеть доказательств в отношении общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования. Было включено 13 исследований в итоговый анализ, хотя проанализировано большое количество исследований. Здесь представлены те данные по выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости из исследований, которые вошли в наш сетевой метаанализ. И предсказываемые показатели по общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования в целом для всех включенных в данный метаанализ исследований. Здесь мы видим выживаемость без прогрессирования, и за сравнение мы взяли монотерапию антипедиадин, в данном случае это неволумаб, и мы видим, что, например, что, в общем-то, ожидаем разница выживаемости без прогрессирования на одном году для тройной терапии, комбинированной таргетной терапии и антипедиадин терапии лучше, чем неволумаб. Но если мы смотрим дальше, потому что наша задача не только непосредственная эффективность, но и чуть в более далекую перспективу посмотреть, то на пяти годах выживаемость без прогрессирования лучше только лишь для эпилемумаба с неволумабом по сравнению с монотерапией антипедиадин. То есть, по сути, мы можем сказать, что двойная комбинированная таргетная терапия не лучше, чем неволумаб в монорежиме в качестве терапии первой линии при сроке 5 лет выживаемости без прогрессирования. Здесь мы видим общую выживаемость, и также на разных периодах временных, это 1 год, 2 года, 3 года и 5 лет. И для сравнения монотерапии антипедиадин с другими существующими опциями мы видим преимущество в неволумабе и эпилемумабе, то есть в комбинированной монотерапии антистилей 4 антипедиадин при сроке наблюдения в 5 лет. Таким образом, мы понимаем сегодня, что и сетевой метаанализ подтверждает, что, в общем-то, комбинированная таргетная терапия не лучше, чем монотерапия антипедиадин в контексте выживаемости без прогрессирования более отдаленной и общей выживаемости. Что есть нового из комбинированной таргетной терапии? Оно нового для нас, потому что регистрация энкорофениба с бенеметинибом в Российской Федерации состоялась не очень давно, и мы сегодня имеем уже данные 7-летнего периода наблюдения для комбинированной таргетной терапии, это исследование Коламбус, которое здесь представлено, где мы видим высокие цифры в показателях выживаемости без прогрессирования по сравнению с энкорофенибом в монорежиме или веморофенибом в монорежиме. И общей выживаемости. При этом, если мы посмотрим на те данные, которые были представлены на ICR в 2024 году, есть определенный такой вот, был проведен анализ биомаркеров, где третий кластер иммуногенных характеристик пациентов, которые были включены в этот анализ, демонстрирует лучшие результаты для комбинированной таргетной терапии, говоря о том, что, в общем-то, есть какое-то биологическое обоснование, в том числе и добавление иммунотерапии, и сочетание таргетной терапии вместе с иммунотерапией. И сегодня мы понимаем, что энкорофениб с бенеметенибом включен в клинические рекомендации, как практические рекомендации русской, так и клинические рекомендации одобрены научно-практическим советом Минздрава от декабря прошлого года. И, в общем-то, дальнейшие исследования по сочетанию таргетной терапии и иммунотерапии продолжаются, и часть из них была представлена на АСКО в этом году, отвечая на вопрос, есть ли предел совершенству, да, у нас есть комбинированная иммунотерапия, есть комбинированная таргетная терапия, и почему бы не соединить эти две опции, ну или не сделать их последовательными друг для друга, для того, чтобы получить результат. И здесь мы видим исследование РТС второй фазы, где использование энкорофениба с бенеметенибом в течение 12 недель с последующим назначением эпилимумаба и невулумаба. Причем здесь эпилимумаб используется в дозе 1 мг на килограмм, невулумаб 3 мг на килограмм. И другая группа, группа сравнений, исходно получали эпилимумаб с невулумабом 1 мг на килограмм и невулумаба 3 мг на килограмм, 4 дозы, стандартный режим. В дальнейшем переходили на невулумаб в монорежиме по 480 мг. И что мы видим? Мы видим, что выживаемость без прогрессирования в течение 24 месяцев существенно не, скажем так, различались статистически значимо между этими подгруппами. Когда мы смотрим более подробно на подгрупповой анализ, то мы видим преимущество у пациентов с более обширным распространением и с высоким уровнем ЛДГ. И именно такой может быть подгруппе пациентов с наличием метастазов в печени, с высоким уровнем ЛДГ, когда мы ожидаемо понимаем, что это группа неблагоприятного прогноза. Такой подход в виде комбинированной таргетной терапии в течение 12 недель с последующим переходом на комбинированную иммунотерапию может быть оправдан. Но во всех остальных ситуациях мы говорим о том, что старт именно с комбинированной иммунотерапией лучше. И на сегодняшний день пока еще нет данных, которые бы изменили существующую парадигму лечения. Говоря про некий предел совершенства, есть исследование Relativity 048, когда соединили три иммунных препарата анти-сетилей-4, анти-ПД-1 и анти-Лак-3. И мы видим здесь также дозу эпилемумаба 1 мг на килограмм, но раз в 8 недель. Relativity 160 и Nivolumab 480 раз в 4 недели. И посмотрите, обратите внимание на те цифры выживаемости без прогрессирования, которые мы видим. По сравнению, например, с тем, скажем так, золотым стандартом Checkmate 067, комбинированной иммунотерапией, то мы видим в тройной терапии 52% выживаемости без прогрессирования, а в комбинированной иммунотерапии анти-сетилей-4, анти-ПД-1 39%. Говоря про общую выживаемость, это расчетные показатели. 72% по сравнению с 53% в группе двойной иммунотерапии по сравнению с тройной иммунотерапией. Станет ли это стандартом терапии, мы не знаем. Подождем дальнейших исследований, дальнейших результатов, но и в принципе подождем регистрации релатлимаба в Российской Федерации. И говоря про нежелательные явления, необходимо отметить, конечно же, что на тройной терапии нежелательные явления значительно часто встречались, но с учетом того, что доза эпилемумаба была уменьшенная, мы понимаем, что в целом можно назвать это лечение словно переносимым. Хотя не попробовав, сложно комментировать те сухие цифры, которые есть. Что еще интересного в контексте двойной иммунотерапии или тройной иммунотерапии, потому что все-таки сегодня, когда мы говорим про лечение пациентов с метастатической меланомой, мы говорим об иммунотерапии в первую очередь. И здесь исследование мультикагородное второй фазы по сочетанию монотерапии антипидиадин, то есть то, чего мы используем наиболее часто, регулярно, и сочетание тилтерапии для пациентов с метастатической меланомой. Здесь представлены данные по первой линии лечения, и мы видим частоту объективных ответов 65%. То есть действительно это высокая цифра для монотерапии антипидиадин в сочетании с тилтерапией. Конечно же мы не видели на монотерапии такой цифры. Это порядка 40% в среднем, в зависимости от исследований препаратов. Поэтому, конечно, это вторая фаза, но тем не менее это то, что обращает на себя внимание, то, что сегодня может быть использовано в FDA, по крайней мере, тилтерапию зарегистрировал, и в Соединенных Штатах Америки есть возможность использования данного подхода. И если мы посмотрим, сравним частоту объективных ответов в различных клинических исследованиях первой линии иммунотерапии, тилтерапии, то мы видим, что тилтерапия плюс пембролизумаб 65% ответов, только лишь тилтерапия 49% ответов. То есть действительно высокие цифры объективных ответов для данного подхода. В то время как тройная терапия, рилатлимаб, эпилемаб и неволумаб 58% и чекмейт, ну в чекмейте действительно были получены наиболее высокие цифры среди всех существующих опций лечения метастатической меланомы с точки зрения объективных ответов. Хотя, если мы посмотрим на общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования, то все более-менее встает на свои места. Тройная терапия здесь демонстрирует на сроке выживаемости без прогрессирования в 36 месяцев, как я уже говорила, 52%. По сравнению, если мы говорим только неволумаб, рилатлимаб 31% и эпенива 39% и общая выживаемость в течение 48 месяцев 72% по сравнению с 52% в группе неволумаб, рилатлимаб и 53% в группе эпилемаб, неволумаб. Таким образом, конечно же, нет предела совершенству. И иммунотерапия является основным вариантом терапии первой линии метастатической меланомы вне зависимости от мутации в гении Бираф. И если мы проведем некое заключение того сетевого метаанализа, который мы провели, то иммунотерапия антипеди-1 демонстрирует преимущество по сравнению с комбинированной таргетной терапией в отношении общей выживаемости при сроке наблюдения 2, 3 года и 5 лет. Комбинированная иммунотерапия эпитринива-1 демонстрирует преимущество по сравнению с неволумабом в отношении и общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Тройная терапия пембролизумаб, доброфенип, терметинип лучше, чем неволумаб в отношении выживаемости без прогрессирования и на 3, и на 5 годах, но не лучше, чем комбинация эпилемаба с неволумабом. Тройная терапия не лучше, чем неволумаб в отношении общей выживаемости на 3 и 5 годах. Мне кажется, что это очень важные данные. Мы часто обсуждаем, а насколько ли действительно лучше комбинированная таргетная терапия или монотерапия антипедиа-1. Что еще важного мы получили, что если у пациентов высокий уровень ЛДГ, метастатическое поражение печени, то есть действительно та подгруппа пациентов с неудовлетворенной медицинской потребностью, то может быть действительно некая индукционная фаза из комбинированной таргетной терапии. Вот в этом исследовании RTC, которое я представляла, это было 12 недель. И здесь показатели выживаемости без прогрессирования лучше по сравнению с контрольной группой, когда мы только начинаем с комбинированной иммунотерапии. И здесь представлено различие по уровню ЛДГ до нормы, выше верхней границы нормы, больше двух верхних границ нормы, когда кривые разные, расходятся. Но понятно, что количество пациентов для такого более углубленного поданализа не столь достаточно. Хотя мы понимаем, что это та подгруппа с действительно неудовлетворенной медицинской потребностью, которым в первую очередь необходимо сделать все и сразу для того, чтобы постараться получить результат, поскольку шанса на вторую линию этих пациентов может уже и не быть. Таким образом, нет предела совершенству, и это та подгруппа пациентов, у которой мы можем рассматривать назначение комбинированной таргетной терапии с последующим назначением комбинированной иммунотерапии, если такие возможности существуют. И говоря про лечение пациентов в качестве терапии первой линии, конечно же, иммунотерапия остается основным вариантом терапии первой линии метастатической меланомы, вне зависимости от мутации в гене-бирав. Продолжающееся исследование демонстрирует все большие результаты, но нам, конечно же, важно ждать не только непосредственной эффективности в виде частоты объективных ответов, она, конечно же, важна для иммунотерапии, но больше нас интересует влияние на общую продолжительность жизни наших пациентов и проведение сравнительных исследований третьих фаз для того, чтобы сделать более обоснованные выводы. Благодарю вас за внимание.